ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мы соревнования объявляем за месяц. Они в течение месяца все готовятся, улучшают свое мастерство. И, в принципе, это они каждый год знают. У нас как бы приурочено к созданию пожарно-спасательной службы. Это уже вошло в традицию. И как бы до сих пор переживает. Показать, что в лучшее время где-то что-то быстрее, быстрее сделать. После выезда из гаража караул по задумке организаторов учений прибывает к месту водозабора воды. По легенде, это открытый водный источник. На деле же это гидрант. Пока одни бойцы прокладывают магистральные линии рукавов, вторые занимают необходимые позиции для тушения открытого огня и сбивания мяча, который сегодня выступает в виде мишени и определяет меткость спасателя. Но вот через пару минут, благодаря профессиональным действиям спасателей, огонь ликвидирован и мяч сбит. И тут в соревнования включаются газоспасатели. Получить сигнал тревоги. Начальнику коровы сделать вводную. Что он делает? Выезд техники. Это тоже много значит. Кто первый выезжает, кто второй, чтобы при движении колонн друг друга не нарушали. То есть все начинается с момента приемки. Потом встать на водоисточник. То есть у нас он штатный, сделанный специально. Забрать воду, распустить все линии, сделать боевое развертывание. В дымокамере мы это имитируем. Все, она уже задымлена. Видимости ноль. Найти пострадавшего, вынести его, доставить медикам. Но единственное, мы не приглашаем здесь медиков. То есть условно. В сегодняшних учениях принимают участие четыре караула. Соревновательный дух зашкаливает. Каждая команда стремится выполнить свое задание. Не просто быстро, но еще и без ошибок. Караулы – это настоящая семья. Действительно, они на целые сутки заступают. И каждому они друг другу доверяют. А без доверия в нашем работе никак нельзя. Все равно кто-то кого-то прикрывает при пожарах. Семья, дели со своими впечатлениями. Они видят друг друга. Разные смены. Видят, кто как выполняет. Понятно, что нормативы одинаковые для всех. Но все равно есть маленькие тонкости. Где как правильно коленку опустить, где как наклониться, где взаимодействие между собой. То есть вот это самый главный момент. Потому что на всех пожарах, авариях, хоть они и работают с радиостанцией, но зачастую не понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда. И каждый уже знает то, что он должен сделать. Соревнования традиционные. Особенность же сегодняшнего дня – это погодные условия. Хоть снег, хоть дождь мы должны выполнить. То есть это профмастерство. Сами знаете, пожар ЧС может случиться в любое время года и в любое время суток. Поэтому независимо от погодных условий проводим. Но есть требования к охране труда. Соответственно, они уже ориентируются в те условия, которые существуют. Каждый караул к сегодняшним соревнованиям готовился не одну смену. Выбирали кандидатов, кто на каком этапе будет стоять. Отрабатывали нюансы заданий. Все тут опытные. Просто что-то вспомнить, да, готовились. Где-то побыстрее что-то делать надо. Обязательно. Как без этого? Есть определенные нюансы. Если их соблюдать, то можно увеличить результативность. И вот он, результат. Лучшими признаны спасатели из первого караула. Их ждут призы от руководства спасательной части и правкома Северского трубного завода. У нас призовым фондом служит база отдыха трубников для всей команды и 8 тысяч рублей. Это получается у нас 8 участников. Каждому участнику маленький призовой фонд по 1000 рублей. В пожарной части регулярно проходят различные соревнования. Спасатели повышают квалификацию. Разработан плотный график тренировок. Здесь готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Но каждый из спасателей надеется, что пользоваться профессиональными навыками в реальной жизни им не придется. А если и придется, то как можно реже. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости. Твой день.